Здравствуйте, уважаемые читатели! Обычно мы в своих видео говорим о книгах выдающихся писателей. Это видео будет посвящено периодическому изданию журналу iCup. Этому есть две очень важные причины. Во-первых, в этом году 110 лет с момента выхода первого номера журнала iCup. А во-вторых, этот год у нас проходит под символом 30 лет независимости. И, конечно же, к независимости мы шли несколько поколений. И можно сказать, что журнал iCup стал кирпичиком по строению нынешней нашей независимости. Основан он был в городе Троицке в 1911 году. Это было время, когда назрела необходимость в прессе, которая освещала бы не только воли заявления правительства или защищала интересы не только определенных категорий общества, но несла бы пользу обществу в целом. В то время Мухаммеджан Сиралин работал учителем. Он много общался с людьми из разных слоев общества и понимал, как можно помочь этим людям. Вот что он пишет в одной из первых своих публикаций в журнале iCup. «Наша цель – это не получать доходы, выпуская журнал, – говорил Сиралин, – а служить своему народу. Я перед собой поставил следующие задачи. По мере своих сил разъяснять народу пользу построения поселков на землях, пригодных для земледелия. Объяснить народу, какой вред наносит ему борьба многочисленных партий, которые одну часть народа противопоставляют другой. Какие изменения необходимо внести в образование, показать, в каком положении находятся наши женщины». Из этой цитаты уже видно, насколько он был готов руководить газеты, насколько точно знал направление. У Мухаммеджана Сиралина не было журналистского образования, но он был очень талантливым организатором и имел писательский талант. В конце 1910 года правительство удовлетворило ходатайство Мухаммеджана Сиралины и разрешило ему открыть журнал. В отличие от других периодических изданий, выходивших в то время, журнал iCup давал возможность высказаться людям, и в то же время он воспитывал их, образовывал. В первые два года журнал выходил один раз в месяц, а в последующие три года, через каждые две недели, на первой странице публиковались новости внутренней жизни страны, официальные сообщения. На второй и третьей страницах под рубрикой «Открытое письмо» письма читателей. Материалы о земле, съездах, съездах, выборах расположены были на четвертой и шестой страницах. Материалом типа фильетон, сообщение, отведено место в середине журнала. На последних страницах в нем можно было прочитать зарубежные новости, соболезнования, рецензии на новые книги. То, что в журнале имелись уже постоянные рубрики, говорит об отличной работе редакторов, журналистов. У журнала имелись корреспонденты в отдаленных краях Казахстана, Шимкенте, Казаларде, Казалжаре, Симпалатинске. В журнале в то время работали такие люди, как Сикен, Сейфулин, Беймбет, Майлин и многие другие. Даже после закрытия газеты, многие из них продолжали очень активную общественную деятельность. И многие из них были впоследствии репрессированы. Ахмед Байтурсынов публиковал в журнале Айкап свои первые работы по казахскому языкознанию. Также в Айкап публиковались переводы многих произведений, например, Шахнаме, Фердауси. В журнале рассматривались вопросы аграрные, товарно-денежные отношения в ауле, обсуждалось положение женщин, активно дискутировался вопрос о переходе на оседлый образ жизни. Большое значение журнал Айкап уделял вопросам истории, в частности, истории казахского народа. Это было первое периодическое издание, которое публиковало работы на исторические темы именно на казахском языке. Сотрудники журнала были очень заинтересованы, чтобы молодое поколение изучало историю. Ведь именно история учит нас, каким должно быть наше будущее, учит нас на своих ошибках. Последний номер журнала Айкап вышел в 1925 году. Всего вышло 88 номеров. И смотря на то, что журнал просуществовал так недолго, он дал мощнейший импульс для развития казахской журналистики, литературоведения, истории. В 2012 году общественный деятель Когабай Серсикеев возобновил работу журнала Айкап. А в 2016 журнал Айкап стал выходить в Казахском государственном университете имени Аль-Фараби.